Мы начали пользоваться музыкой. Также они начали импровизировать или не импровизировать, а как-то передать более свежее звучание ранее изданным, их любимым диско-трекам. Что же Фэнс Маку делал в домашних словах, он дома делал то, что из канцеров. Я вот говорил про то, что он делал, он ученял физкозаписи, менял порядком местах, где были танцевальные. И здесь как Ронгмарти, который играл в группе Дэн Ван, как танцмастеры спали, или Джеки Сандер, они использовали два машины, они использовали новые, появившиеся динамы на рынке. Мбас машин, Ролланд-808, Ролланд-909 и Ролланд-303. Ролланд-303 походы, если парк разом не скажут, они прямо во время ведения треков добавляли какую-то этническую фасад, для того, чтобы подчеркнуть, усилить какую-то танцевальную треков. иначе. 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 Это более отчетливый хаутовый паттерн виден, в то время как в другой языке, я бы тебе о нем рассказать поподробнее, но, наверное, не буду. Джесси Сантец, один из его любимых, в тот момент это был 81-82 год треков, был такой популярный масштаб из 20 известных диско-треков, он «Донн» назывался, можно так звучало. Дальше будут темпы, кто мы с вами, кто-то манажеры и так далее, но у меня есть всякие диско-треки. И вот он с поверхности этого трека доставил в новом 88-й и добавлял достаточно перкуссию, ну, и пересеки убирал оригинальный трек и играл одна перкуссия, ну, чтобы стало обращать внимание, что достаточно перкуссионной линии. И вот он, как бы, заставить на вас двигаться. А потом, в определенный момент у него этот вот симптом, который стал, ну, и он попробовал восстановить данную запись, более двойных синтезаторов. Вот, что у него... Интересно. Интересно. Это стало первым хаузовым деком, который вышел на пластинке. Вот этот проект считается первым хаузовым деком. Хотя на самом деле, опять-таки, есть некоторые разновации, потому что хронологически ранее, чем он был записан. Продолжение следует... 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 И вот самый известный трек, это первый пианинный хаус. И вот этот трек, который, я думаю, большинство присутствующих здесь слышал, потому что его до сих пор любят ставить джей в трех сетах. И также этот трек входил в саундтрек к ряду фильмов, посвященных танцевальной культуре, например, 24 Our People о клубной лихорадке в конце 80-90-х в Британии. Другой видный продюсер, да, вот он, Ларри Фёрд, его считают, ну то есть как бы, в то время уже когда появились первые хаузовые записи, ну, начали появились какие-то вариации, например, Мартл Деферсон, можно сказать, это отец пианинного хауза, вот Ларри Фёрд это отец дипхауза, потому что, ну, чтобы у него было зазовое образование, он имел разные джазовых инструменты, ну, и ему не нравилась такая сырая и грубая музыка, он пытался его как-то облагородить, сделать его более мелодичной. То есть это можно, по сути, считать первым дипхауз-треком. Это, ну, пластинка вышла в 86-м, а вообще запись 85-го года, то есть изнакально, вот. И следующая ключевая пластинка, которая вышла тоже на лейбле «Track» в 87-м году, по-моему, но опять же, она вышла в 87-м, а до этого где-то чуть ли не полтора года ее ставили диджей в клубе с кассетой. Это пластинка, которая называлась, ну, не, пластинка, композиция, которая называлась «Acid Struct». Вот она. Это первая пластинка, в которой, опять-таки, все получается довольно случайно, то есть это была группа из трех людей, и они, ну, в хаотическом порядке крутили ручки на Roland 303, который, ну, в общем, можно сказать, вышел как брак, потому что он издавал довольно противные неприятные звуки, ну, для его изначальной цели, то есть это было устройство для как-нибудь пистов-одиночек для того, чтобы они могли себе сделать какую-то басковую линию для своих песен. Но для этого оно не хотелось, поэтому его продавали по довольно низкой цене, и вот его начали покупать в Чикаго и делать третий, который теперь можно называть «Acid House». Хорошо, да, я еще хотел поставить… Да, вот еще один из первых релизов на «Track Records» от Джесси Беллитса. В чем его интерес? Ну, во-первых, интерес в том, что он написал треки, передал их звукозаписывающей компании, ну, а потом самоубился до того, как они вышли. Вот. А во-вторых, ну, они довольно интересны тем, что… Да, на пластинке было шесть или семь треков, они все были достаточно разнообразны, ну, и один из этих треков – Fire One To One. Как будто больше тяготел к европейской музыке, в то время как «Girls To The Floor», «Girls Out On The Floor» больше имел связи с какой-то латинской музыкой, то есть это, можно сказать, был породителем «Forkenhaus», который, ну, в дальнейшем в Чикаго, ну, уже в 90-х, трансформировался в «Hard House». Хорошо, да. И еще пару треков, и я закончу свою лекцию. Это пара треков, которые, ну, ознаменовали, скажем, международный успех «Hard House». Треки вышли на артистском носителе в 87-м году. Это трек «Heave Harley», который назывался «Heave Harley». Он вышел чуть позже, чем следующий, о котором я хочу сказать. Да, его интерес к нему в том, что это был первый хаузовый трек, который занял первое место в европейском чате, то есть в чате Соединенного Королевства, не именно в танцевальной музыке, а, скажем, общемузыкальный чат. Вот. А другой трек, который несколькими неделями ранее попал в этот чат, но попал на шестое место всего, не на первое место, как «Heave Harley» и «Heave Harley» — это вокальный трек «Love Can Turn Around». Я вот таким, как раз, и закончил свою лекцию. Он также интересен тем, что это чуть ли не самый первый хаузовый клип. Над его написанием работал «Heave Harley» — «Trackmaster Funks», который одним из первых начал подкладывать бит поверх играющей диско-пластинки. И также «Dessie Thunders», но тот, который был автором самого первого диско-пластинки. Ну, и солистом был Берил Фанди, который обладал очень мощным голосом, мог взять «Heave Harley» и «Dessie Thunders». Хорошо, да, еще этот клип, и на этом закончим свою лекцию. А теперь будет вечеринка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok